Непростая экономическая ситуация в стране никак не отразится на реализации инвестиционных проектов крупных предприятий региона в будущем году. Однако, по предварительным прогнозам, приток инвестиций в малый и средний бизнес сократится. Сегодня в правительстве на заседании инвестиционного совета представители двух крупных предприятий региона, Северо-Западная фосфорная компания и Ковдорский ГОК, отчитались о проделанной работе. Предприятия реализуют стратегические и приоритетные инвестиционные проекты. За предимпортах оборудования их не коснулся. Все необходимое успели закупить до введения ограничений. Также в прошлом году эти предприятия смогли воспользоваться налоговыми льготами. Один из критериев их получения – увеличение рабочих мест. Так, в Ковдорском ГОКе число занятых увеличилось на 200 человек. Основная часть строительно-монтажных работ выполнена. Когда комплекс заработает в полную мощь, планируется, что объем выпуска железорудного и апатитового концентратов значительно увеличится. Кроме этого, в Мурманской области будет составлен национальный рейтинг инвестиционного климата. Независимая компания проведет опрос среди предпринимателей региона. Вопросы будут касаться работы региональной и федеральной власти, оперативности оказания госуслуг, выдачи разрешений на строительство, квалификации кадров. Сейчас предварительный вопрос провели мы, но вообще вопрос будет проводить независимая консалтинговая компания, которую отбирает федеральный центр. У нас в Мурманской области порядка 400 респондентов, то есть это те конкретные предприниматели, которые в последнее время либо обращались за разрешением на строительство, либо оформляли подключение к электрическим сетям, то есть конкретные люди, которые оценивают работу власти. Продолжение следует...